Всем привет! Мы с вами продолжаем приходить в Исперию. Ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами забрались за щиты этого адского робота и дошли до Куты. Я надеюсь, что здесь уже будет босс-файт и завершение всего этого истории с роботом всей этой. Ну, как минимум, здесь кого-то нафигачили. Что? Имперская гвардия выведена из строя? Ты же знаешь, как я ненавижу ждать, Юрий Лоул. Это ты... Так это ты уничтожил всех этих людей. Не хочу, чтобы кто-то другой вставал у меня на пути. У нас нет времени с тобой играть. Где Алексей? Куда он забрал Эстель? Его тут нет. Нет, если уж на то пошло, его здесь и близко не было. Что? Что ты хочешь сказать? Так Алексей использовал крепость для отвлечения внимания? Как великодушно, с его стороны. Он, конечно, нечто. Но он хорош. Отлег внимание рыцарей и всех нас на Геркулеса. А сам тем временем тихонечко прошмыгнул. А я только подумал, что невозможно его сильнее ненавидеть. Нужно идти за ним прямо сейчас. Эй, постой-ка. А ты никого не забыл? Да заткнись-то уже. Давай начнем вечеринку. Ненавижу, когда приходится повторять. У нас нет на тебя времени. Иди прогуляйся. Если хочешь стать у нас на пути, то лучше сразу готовься упасть. Отлично, Юрий. Ненавидеть меня. Ну уже, ненавидеть. Да, в мире лучше ничего нет. Он что, мешается у нас на пути просто чтобы разозлить? Он безнадежен. Давай, покончим с этим, Юрий Лоу. Действительно, босс-файт. Ну что, опять вот эти вот его неблокируемые прыжки. Ой, ой. Ладно. Тут опять игра, кто первый включит оверлимит. Эй, эй, вась-вась. Что за фигня? Вау. О, вау, вау, полегче. А давайте-ка сверхсилу заюзаем. Ну-ка, эй. Стой, 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 стой. Куда? Куда, Вася? Ну, давайте вот так. Ну. Ага, успели. Слушайте, успели ему ломить нашу коронную. Ну, что-то, кстати, в этот раз он как-то это, поспокойнее, что ли. Угу. Потому что... А, нет, не поспокойнее. Нам нормально так достается. Блин. Ну, в смысле, нормально, крепко. Так, хорошо. Предметы. У нас есть странное желе, которое... Желе с сюрпризом. И всегда сюрприз был прекрасно. Вот. Не зря я люблю сюрпризы. Ну, что, все. У него сверхсила закончилась. Он, кстати, даже до ворона добрался. Смотрите, какой это... Какой наглец. А, ребятки, давайте. Пожалуйста. Опа. Ну. А, черт. Но. Нафигачили. Нафигачили. Мы молодцы. Эй. Эй. Да что, что такое? Ну, давайте, ребятки, мы ему, кажется, зажали в углу. О! Что за еда? Витаром отчезанных. Я надеюсь, что это его остановит. Да, смешанное желе. Пей. Конечно, девчуль. Во. Сверхсила. Так. Ха-ха. Ага. У него пошла сверхсила. Ну, ничего. Если мы сейчас еще разок пробьем... Вот. Слушайте, я не понял, пробили мы или нет. Ну, хорошо. Лимонное желе, кажется, нас вылечит, да? Вот. Ах, тварь такая. Он нас травит. Неприятно. И вообще... Опа! Ну! Пробили. Хорошо. Так. Не-не-не. У нас есть какие-нибудь флаконы? Зелье. Зелье от отравления. Хорошо. Так. Отравление сняли. Теперь еще бы паралич закончить на нас. Ай. Ай-яй-яй. Так. Ой. Предмет все еще на кулдауне. Просто... А, да что ж ты будешь делать-то? Пипец. Угу. Хорошо. Отравление мы сняли. Теперь бы с параличом что-нибудь сделать. Ха-ха. Пипец, а. Опять отравление. Опять отравление на уровне на этот раз. Слушайте, сколько у этой дряни хп, а? Ну. Юрий. Юрий. Стоп. Нам нужно вот эту штуку все-таки. Блин. Вообще. Короче, из-за этого чертова зелья паралича мы не смогли прорваться к нему. Хорошо. Ну давайте. А зелья от паралича. Не думал, что они в таких количествах пригодятся, но смотрите-ка. Так, теперь. Нам бы какое-нибудь зелье восстановить себе ОТ. Ну, соответственно, смешанное желе. А, да, смешанное желе нам, кстати, нормально зайдет. Так, теперь нам, наверное, зелье сверх силы. Он, кстати, упорно за нами бегает. Мы, в принципе, можем его, наверное, кайтить. И, таким образом, довести до кондиции. Во. Прекрасно. Ну, понеслась. Ну. Отлично. Наваляли и... О. Ага, и у него сверхсила. Смотрите-ка. Он постоянно отвечает нам тем же. Засранец. Блин, и опять у нас... Ага, опять нас отравили. Что уж делать. Так, и девчуля отравлена, бедная. Да, да, принимай, но... Да, да, зелье от отравления. Давай, девчуль. Хорошо, хоть ворон нас лечит, правда. Вот. О, все. Кажется, все. Фух. Сколько еще ты будешь нас преследовать? Давайте прикончим его прямо тут. Думаю, нужно просто немного подождать. Да нет, надо прикончить его, и все. О, уровни. Да. Ты потрясающий. Юрий. Да у тебя проблемы с зависимостью. Надо и меру знать. Рита. Рита, бегу. И все. Она его выключила просто. Он остановился. Вот этот нож гениальный мог. Теперь судьи с людьми смогут забраться на борт. Эстель, куда они тебя забрали? Рита. Рита. Для Алексея она всего лишь инструмент. Если он все еще заставляет Эстель использовать силу, она и правда сможет вызвать появление Адифагаса. Мы этого не допустим. Поэтому мы и здесь, да? Рита, не унивай. Мы точно его победим и освободим, Эстель. Да. Нам нельзя терять времени. В Геркулесе наверняка тоже используются власти и Гермеса. Это единственное, что может запустить такого гиганта. Нужно быстрее найти Алексея. Маул сможет последовать за возмущением Вайре. Если Эстель заставляет использовать силу, то мы найдем ее. Хорошо. Ого. Юрий, это еще не конец. Панель управления. Он опять начал двигаться. Юрий, пойдем полетаем вместе. Мое тело. Все бесполезно. Без исцеляющих приемов Эстель мы не сможем сразу вылечиться. Нельзя допустить, чтобы тут все закончилось. Да. Великолепно. За дело. Какой миленький крик он издал. Егер? Что происходит? Ты опять хочешь стать у нас на пути? Было бы очень плохо. Да-да, очень плохо для бизнеса, если империя стала бы слишком высокого мнения о себе. Алексей отправился в Зафиас. Знаете, в лестнице клинке в Зафиасе есть секрет. Я был уверен, что ему понадобится Дэйн-Номос в качестве ключа. Я-хо. Похоже, он планирует использовать вместо этого вашу маленькую принцессу. Что? Что он планирует сделать с его сочетством? Кажется, сейчас не самое лучшее время обсуждать. А, дело плохо. Так от нижнего квартала в Зафиасе останется только пустое место. Рита. Плохо дело, эта штука сломалась. Нужно просто отрубить питание. Желаю вам всего наизусть. Чего с этим? Ну, покеда. Эй, постой. Егер, ты мерзавец. Зачем он гонится? Может, позже об этом подумаем? Прямо сейчас надо остановить Геркулес. Знаю. Давайте найдем моторный отсек. Егер, в следующий раз ты не соскользнешь. Никто, кроме меня, Егера, не понимает. Даже босс Браво Ирисперии. Не мне, конечно, судить о твоих друзьях, но... Чем дело, Джуди? Думаю, было бы неплохо, если бы ты оборвал все связи с этим типом Заги. Уж поверь, я пытаюсь это сделать с момента нашей первой встречи. Где ты вообще отыскал такую уникальную личность? Прямо-прямо фанат какой-то. Я хочу узнать, как началась эта романтическая история. В замке, как раз перед тем, как я покинул столицу. Первоначально его целью, вероятно, был Флинн, но я и оглянуться не успел, как он зациклился на мне. Не просто иметь таких безумных почитателей. Или об этом не знать, я вполне обойдусь себе с такой любви. Да уж. Слушайте, я думал, что с ним все покончено еще в прошлый раз. А нет, возвращается засранец. Надо же. Упорный. Окей, после такого грех не сохранится. И, наверное, самым, ну, таким нормальным вариантом будет все-таки заюзать святой флакон и после этого бежать. Нам надо в моторный отсек. Я немножко уже забыл, что у нас и где вообще находится. Но, кажется, нам вниз, и вот там где-то был проход в другую часть. Или он не здесь был. Вроде бы здесь. Черт. Вот, нет, эта лестница никуда не вела. Но где-то была лестница. Может, может, тут где-то. Вот. Кажись, да. Кажись, здесь. И где-то в центре еще была дверь. В общем, сейчас надо в памяти вот этот ужас весь, который я попытался уже... из этой самой памяти выкинуть. Ну, сейчас. Сейчас надо его как-то снова... А! Стоп. Кажется, вот там. Кажется, вот в эту дверку. И тогда мы попадем в первый данж, в котором мы оказались. Ну, не данж, а в первую часть. Да. Вроде бы сюда. Давайте проверять. Вот. А вот тут спуск, спуск, спуск. И, кажется... Представьте себе, я вспомнил. Надо же. Нет, вас обманули. Алексей использовал рыцаря ради личной выгоды. О чем это вы говорите? Командующий, гордость рыцарей. Тот, за кем мы должны следовать. Блин, пытается занять место его происходительства. Он настоящий предатель. Все нормально, судя. Капитан, вы в порядке? Я впечатлен, ты сама побила всех этих людей. Не помню, чтобы я просил о твоей помощи. А вас, рыцари, разве не учат простым словам благодарности? Ты никогда не дождешься от меня благодарности, пока я жива. Ты же не думал, что я позволю тебе умыкнуть. Хватит, судя. Сейчас не лучшее время. Капитан, почему вы всегда защищаете? О, сколько раз мне придется это говорить. У нас нет времени припираться с тобой. Но если и правда этого хочешь, то мы сдерживаться не будем. Нам нужно другим делом заниматься, так что постарайся не мешать. Так вы хотите спасти леди Стылизу? Ага. Так что спусти этот меч. Ну что, он прав же. Никто из этого боя победителем не выйдет. Капитан Шван. Ворон, я... Будь лапушкой, постарайся запомнить. Юри Лоуэл. Как только я покончу с этим беспорядком, то вернусь, чтобы осуществить твое наказание. Ну, это твоя работа, а я буду делать то, что нравится мне. Вице-капитан! И капитан Флинт тоже? Я так рад, что вы здесь. Мы вступили в битву, но между нашей огневой мощью и мощью Геркулеса большая разница. Мы долго не продержимся. Капитан, я должен попросить вас принять прямое командование. Звучит так, будто они действительно там с кем-то схватились. Прошу вас, сэр. Капитан, я не смогу одна с этим справиться. Ну, я... Твои подчиненные правды в беде. Иди помоги им. Но... С нами все будет в порядке. Позже я присоединюсь к вам. Вперед! Похоже, рыцарям тоже приходит стуга. Если мы сейчас же не вырубим эту штуку, у них будет что-то посерьезнее, главное более. Ну, чудненько тогда бежим в моторный отсек. Что задумал Егер? Он чуть ли не пытается помочь нам? Но он сам сказал, что не хочет, чтобы Империя стала слишком могучей. Может, стоит поверить ему на слово? Он, мало ли, переигрывает с ролью двинутого, но ведь, типа, торгует оружием. А если Империя одержит верх, и везде воцарится мир, то кому нужно быть-то оружием? Ну, вполне логично. Значит, он старается, чтобы противостояние тянулось как можно дольше. А для всех других это плохо. Ему... Ему это не сойдет с рук. Ага. Ну, а мы с вами побежим второй раз штурмовать моторный отсек. А, у нас действует эта штука. Кажется, невидимая сила, которая держала дверь закрытым, была сюжетом. Сила сюжета не давала нам открыться дверь. Вполне логично, кстати. Но, конечно, нехорошо вот так вот, когда надо по сюжету выдумывать что-то. Это как... Ну, я не знаю, читал ли кто-то из вас. Я просто в детстве, ну, прочитал много книг из серии Мечистины. Хотя и тогда у меня были сомнения насчет того, что что-то тут, конечно, какая-то брутальная жесть. Но вот я не так давно смотрел обзоры, и этот чувак, перегутка от тебя вспомнил. А вот очень не любит фэнтези-комменты, потому что он плохой человек. Ну, то есть он сам заявляет, что он пишет не фэнтези, а простые истории с магией. Простые человеческие истории с магией. Но он, во-первых, кроме того, что плагиатит, он еще, в принципе, ведет себя не совсем подобающе. То есть когда Роберт Джордан там был в больничке и не поехал на какую-то конвенцию, как раз-таки этот чувак типа такой, ну вот, не приехал, зассал, ну что-то такое, в общем, фу. Ну вот. И он, когда ему надо было по сюжету, спокойно, совершенно призвал в какой-то момент дракона. О-о-о. О-о-о. Неплохо. Вот. Просто из ниоткуда прилетел дракон, чтобы помочь главному герою. Вот такие вот незатейливые у него жизненные истории. Ого. Что это? Похоже, становится все хуже и хуже. Властья вышла из-под контроля. Похоже, Заги гораздо сильнее повредил панель управления, чем мы думали. Эй, а так что мы с этим делать будем? Подожди. Не думаю, что ожидание нам сейчас поможет. Нет, думаю, я поняла. Посмотрите туда. Это что? Аэр подается огромным потоком. Столько энергии в такой громадине может идти только в одно место. Часть Геркулеса, которая потребляет больше всего энергии. Пушка? Если мы уничтожим властью сейчас, то, вероятно, Геркулес остановится, но пушка может выстрелить и снести Зафиас с карты мира. Мы не можем этого допустить. Что нам делать? В любом случае, нужно остановить Айр. Дейнномос, да? А, да. Дюк использовал его, чтобы вернуть Айр под контроль. Ты правда сможешь это сделать? У меня выбора-то нет. Была не была. Ну, а... И сделай это. Алексея нет в команде управления. В комнате управления, старик. У тебя плохие данные. Кто бы мог подумать, что Алексей пойдет на такую жертву? Он ведь так с ним носился. Что, серьезно? Какой же капитан без корабля? На строительство этой штуки ушли годы. Да, не просто построить нечто настолько огромное. Уверен, у Алексея была веская причина поступить именно так. Ну что, налево-направо. Давайте налево. А, ну, видимо, если справа тоже будет сундук такой же, то мы еще и направо сходим. Надо же. Как нас умеют заинтриговать, да? Ну, просто шмоточки, это прекрасно. Как я уже, наверное, говорил, здесь они, ну, как-то... Они не очень редкие, но и не слишком частые, чтобы мы такие... А, очередная шмотка, она нам не нужна. Смотрите, не на фуни, если что. Ну, вторую часть. Когда вот просто шмотки теряли всю ценность, потому что на каждом шагу тебе попадалась шмотка с совершенно никаким апгрейдом от предыдущих. О! Блин, Пати, конечно, жжет периодически. Ха-ха-ха. Так, хорошо. Лимонное желе. М-м-м... Не эту награду я хотел получить за свои труды. Ладно. А принцип симметрии был нарушен, да? Или... А-а-а. Или сюда мы... Отсюда мы будем выбираться потом. Ну, как бы то ни было, эй, стоять на месте. Ананасовая. Да, мы возьмем, ладно. Ну, что тебе, махина? Хорошо. Тебе что? Странная штука совершенно. Причем у нее, смотрите, у нее пель еще и в виде мечей. Я только сейчас обратил на это внимание. Очень странная история. Ну, вообще, конечно, если бы японцы придумывали настолки... Кстати, а есть какие-нибудь японские настольные ролевые системы, интересно? Ну, которые бы адаптировались и приводить. Потому что такое ощущение, что практически все это, ну, Америка и Европа. По крайней мере, ну, Dungeons & Dragons, да, и все компьютерные игры, которые потом пошли, они же были, в принципе, под впечатлением от ДНД. Даже первой части Wizardry, которая в Японии, кстати, дико популярна. Эй, осторожнее. Ты сможешь, Юрий? Она фарит. Апатэ. Она вступает в противодействие с власти, из-за чего выходит из-под контроля. Мы ее сломаем? Это же одна из душ Интелихея, да? Боюсь, так оно и есть. Если Геркулес не вырубить, можем попрощаться с Афисом. И не забудьте про то, что пушка-то может и выстрелить. А, надо действовать сейчас. Ох, кто-то сказал спасибо. А? Остановился? Что с пушкой? Дело плохо, такими темпами она скоро выстрелит. Не может быть, мы же отключили питание. О-оу. Ну, вообще, и ладно, она же не прям нацелена. Блин, снова Final Fantasy VIII, я сейчас разревусь. Ну, в смысле, заставка почему-то напомнила о финалке. Наверное, одна из игр, которых мне вот прям в душу запали. Знаете, тут как бы резко включился и звук, и вот эта вот заставочка, и все, и ты такой, ух ты. промазал. Промазал. Но где-то будет новый кратер. офигеть залп. Я даже на секундочку забеспокоилась. Ну вот и твой друг. Ха, опять он за свое. Красуется, как всегда. Эй, а только я слышал голос, когда ты воздействовал на апатию. Не только ты. Может, это голос кого-то из Интелихея, ну, которым эта апатия раньше была. Будто сознание внутри апатии заставило Аэр прийти в норму. Думаю, мы закончили. Теперь пора отправиться в Зафиас, чтобы спасти Эстель. Я позову Баула. Нужно выйти куда-то на открытое пространство. Застряли в этом дельце с Геркулесом и потеряли кучу времени. Надо спешить. Заставил Аэр прийти в норму. Апатия Аэр, формула, резомат Эстель. Вот это пронесло. У меня не было желания смотреть, как на моих глазах уничтожают нижний квартал. Мы обязаны поблагодарить твоего друга. С деликатностью у него плохо. Сам отправился вперед, а его рыцари и все мы остались здесь. Блин, готов практически на все, чтобы защитить столицу. Он готов собственным телом как щитом прикрывать любого. Такой он человек. Парень смел и нужно отдать ему должное. А ты чего ожидал? Это ведь друг Юрия. Да, друзья Юрия все достойны люди. Всегда. Знаете это. Ну, очередная как бы битва, но после всех вот этих эпичных заставок я даже не проще немножко можно сказать размять кости на обычных просто солдафонах, потому что ну, блин, реальная эпичность заставки меня чуть не захлестнула. Вот это вот вся тема. О, я смотрю, пати просто все подручное, что можно использовать в виде оружия. То есть у него сейчас был какой-то не то утятник, не то горшок. И пробежали. Прекрасно. Ну, здесь, видимо, придется придется. Да еще смотрите, мы умудрились к врагу за Станином подойти так, что он нас атаковал в спину. Это, мне кажется, особое искусство какое-то у нас с вами. Так, давайте займемся мы с вами а, магички девчульки все уже нет. Это, видимо, там Кэрол активно наваливает. Кэрол, конечно, опасен. О, хотя мы тоже с вами это не пальцем делано. Хотя может Рита, мы совсем забыли о Риту. Фигасиану там выдели, да, запустила водоворотик. Иех! Выход! Нам так написали, замок открыт, как будто мы уже здесь были, он был закрыт. Флинн там внизу? Кажется, у флота неприятности. А, нет, дело плохо. Судя по наклону, корабли дали течь. Если не разгонятся, то потонут. А это не Флинн там кричит. Не похоже, что у него получится из-за этого выкарабкаться. Мне стыдно перед Флинном, но нам правда надо двигаться дальше. Уверен, тебе потом все выскажут? Я привык к лоунор в учении. Джуди, да выберемся отсюда. Баул! Баул, направляйся к столице. Ага, спасибо. Все, забирайтесь! В этот раз тебе это с рук не сойдет, Алексей. А зачем так высоко подниматься, там же было рукой подать. А вот она, столица! А? Ничего себе, барьера-то больше нет. Интересно, это тоже дело рук Алексея? Этот тип творит все, что ему вздумается. Готовы войти? Давай. Эстель, где же ты можешь быть? Откуда начать поиски в таком большом городе? Мы последуем за течением Аэра. Если Алексей использует в своих планах Эстеля апатия, это должно создать возмущение в Аэре. Баул! Он нашел. Там! Эстель! И Алексей рядом с ней. Джуди, нужно подобраться поближе. А что, простите, здесь происходит? Баул рисованный сам на себя не похож. Эстель! Эстель! Проклятье! Хватит, Алексей! Нет, я теряю над собой контроль. Я боюсь. Тебе нужно бороться, Эстель. Не сдавайся! Я уже скоро! Я уже скоро! Юрий! Эстель! Пожалуйста, я прошу тебя, прежде чем я причиню боль кому-то еще. Прошу, Юрий. Убей меня сейчас. Эстель! Эстель! где у нас стоянка была. И где еще был этот табор. А? Я жив? Все живы? Со мной все будет в порядке. О, я жив, но больше пока ничего сказать не могу. Кажись, пара кускочек сломана. Корабль тоже ужасно выглядит. Тебе это с рук не сойдет, Алексей. Ой, эй, эй. Юрий, как больно. То, что сделала Эстель, было похоже на Дэйн Номас. Вот что случается, когда разом собираешь несколько апатий вместе. Не пытайтесь говорить. Мы доставим вас двоих к лекарю. Потерпите немного. Благодарю тебя, старый друг. Мы перед тобой в неоплатном долгу. Похоже, Баул некоторое время не сможет нас поднимать. Не сможет. Ему придется отдохнуть где-нибудь, пока его раны не заживут. Сделай для нас больше, чем мы могли просить. Береги себя и хорошо отдохни. Они его просто через землю. Видели, да? Он поднимается, а как бы под ним плашка земли. А что с Эстель? Ага, если не поторопимся. Вам есть из-за чего беспокоиться и без Эстель. Ага. Если в таком состоянии отправимся за Алексеем, нам точно надерут задницу. Похоже, мы где-то рядом с Капуанор. Пойдем в Гавань Норр, там издать на должен быть лекарь. Ага. Не нравится мне это небо. Аэр бурлит, как грозовая туча. Буря, что ли, надвигается? Что тут творится? Это знак того, что скоро нас накроет какое-то бедствие? С ума сойти! Я ж только что дом достроил. Вот это тут самотоха. На их не меню. Уверен, в столице еще больше переполох. Вы откуда пришли? Вы что-нибудь слышали? Нет, мы были... Почему вы все здесь? Ужасно выглядите. Что произошло? А, это ты. Нам сильно досталось. Ты знаешь, здесь какого-нибудь лекаря? Знаю, конечно, но... Ну, как думаешь, у тебя получится его к нам в трактир притащить? Мы вообще не в состоянии куда-то идти. Хорошо. Я скоро вернусь. Спасибо вам большое, лекарь. Слава небесам, что вы пришли. Вы вернулись из Гиллиорда? Да. Я все еще никак не могу отблагодарить вас за то, что вы тогда сделали. О, привет. Ты тоже с ними? Ага. Что? Ты их знаешь? Когда я вернула поле домой, они дали мне место для ночлега и накормили. А, точно. После того, как ты ушла из дворца Рага. Теперь, когда здесь новый наместник, Купоанурстал и гораздо приятнее жить. Но теперь это небо выглядит так. Эй-эй, вы слышали? Был очень громкий звук. Бум! А потом все затряслось, как будто землетрясение началось. Гироской чиновник как раз собирается посмотреть, что случилось. Эй, а где та милая леди, которая была с вами? Она пропала? И правда, ведь та девушка могла бы исцелить ваши раны. Что с ней случилось? Один никчемный идиот передал ее плохому парню, а теперь мы за ним гонимся. Понятно. Думаю, зря я спросил. Извини, на сегодня ее нет. О, правда. Не переживай. В следующий свой визит мы обязательно возьмем ее с собой. Правда? Ура! Сейчас вам просто нужно немного отдохнуть. Так, мы отделились ото всех, но перед тем, как совершать какие-то действия, давайте этот эпизод закончим, а продолжим в следующий раз. по всему. Спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоу, Антону Церу, Борату Монзо, Серджио, Терадору и Фёсту, КДВ-45, Рус и Дарья Кравчук за то, что тебе продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо за то, что вы приходите смотреть сети прохождения, ну, а мы с вами встретимся в следующем эпизоде. А пока на этом всё. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok